Основы научной аргументации. Цель познакомить студентов с основами научной аргументации, структурой и видами аргументации. План. Что такое аргументация? Второй вопрос. Структура и виды аргументации. Третий. Логический требований к аргументации. Четвертый. Детуктивные и индуктивные методы доказательства. Пятый. Опровержение как способ аргументации. И список литературы, по которому вы можете обратиться к дополнительным вопросам. Каждый из нас имеет свои принципы, идеалы и ценности, в соответствии с которыми он организует свою повседневную деятельность. Ведет, например, научную работу, участвует в экономической и политической жизни. При этом, как правило, мы полагаем, что и остальные люди, с которыми нам приходится иметь дело, придерживаются или должны придерживаться аналогичных взглядов и стратегий поведения. Если этого не происходит, то мы или разочаровываемся в них, или стремимся убедить в собственной правоте рациональности или истинности исповедуемых принципов. Причем, чем более очевидными и несомненными являются для нас эти идеи, тем нередко труднее убедить в их очевидности других людей, которые привыкли думать и поступать иначе. Убеждение – одна из главных проблем и задач интеллектуальной деятельности, вклад в решение, которое принадлежит многим наукам – психологии, философии, логике, виторике и другие. Логика предлагает для решения такого рода задач специальную методологию, которую в этой науке называют теорией аргументации. В самом общем смысле можно сказать, что аргументация – это вид интеллектуальной деятельности, имеющий своей конечной целью убедить получателя информацию в состоятельности или несостоятельности рассматриваемых утверждений. Сделать утверждение очевидным, убедительным в логическом отношении. Это значит показать нам, чем оно основывается, как оно получено, то есть выведено из других высказываний. Поэтому можно дать второе, более узкое определение аргументации, которое отражает ее логическую специфику. Аргументация обоснований – это восстановление последовательности высказываний, приводящих к некоторому утверждению. Следует также сказать, что существует два вида аргументации – доказательства и опровержения. Первое направлено на обоснование состоятельности выдвинутых утверждений. Второе – на обоснование их несостоятельности. Второй вопрос – структура и виды аргументации. В аргументации принято выделять следующие три элемента – тезис, аргументы и демонстрацию. Тезис – это утверждение, которое доказывается или опровергается в процессе аргументации. Аргументы – это высказывания, используемые для доказательства или опровержения тезиса. Демонстрация – это метод аргументации. Это последовательность логических операций, позволяющих доказать или опровергнуть тезис. В зависимости от полноты восстановления последовательности в рассуждениях, аргументация делится на собственно логическую и содержательную. Логическая аргументация – это аргументация, при которой последовательность в рассуждениях восстанавливается полностью. Это означает, что аргументация должна быть убедительной не только по смыслу, то есть в информационном отношении, но и необходимо, чтобы между аргументами и доказываемым тезисом было установлено отношение логического следования в случае доказательства или установлено его отсутствие в случае опровержения. Доказательством является такое рассуждение, в ходе которого устанавливается истинность тезиса. Общая схема доказательства Т следует А1, А2, АН, Т, где Т – тезис А1, А2, АН – аргументы. В следствии процедура перехода от доказательства от доказательства к аргументам, отношения логического следования между аргументами и тезисом, устанавливаемого в ходе доказательства. Это у нас знак стрелки. Т.е. аргументы А1, АН подбираются под уже известный тезис Т таким образом, чтобы из их последовательности с логической необходимостью выводился данный тезис. Опровержением является такое рассуждение, в ходе которого устанавливается ложность тезиса. Содержательная аргументация – это аргументация, при которой аргументы и утверждаемое положение тезис связаны по смыслу, но отношения логического следования часто отсутствуют или не являются логически необходимым. Такая аргументация нередко убеждает, но убедительность эта носит скорее психологический, нежели логический характер. В этом состоит различие между убеждением и доказательством. Можно убедить, но при этом ничего строго не доказав, а лишь заморочить голову. Третий вопрос. Логические требования к аргументации. Требования, предъявляемые к доказательству, опровержению – это требования к его основным элементам – тезису, аргумента и демонстрации. Требования к тезису. Требования ясности – это тезис. Доказательство опровержения должен быть ясно и точно сформулирован. Примерами неясной сформулировки тезисов могут служить высказывания типа «эта книга плохая» или «эта одежда вам не идет». Нетрудно заметить, что смысл таких ключевых терминов, как «плохая» и «не идет» совершенно не ясен. Но именно под такого рода тезисы можно подобрать массу весьма убедительных аргументов, чем менее точно выражена мысль, тем больше лжеаргументации она предполагает. Требования неизменности тезиса. В процессе аргументации тезис не должен изменяться. Если это правило нарушается, то происходит то, что в логике называют подменой тезиса. То есть собирались доказать или опровергнуть одно, а на самом деле доказали соответственно опровергли другое. Один из наших научно-популярных журналов вышел со статьей под сенсационным заголовком «Снежный человек существует». Таков был тезис, доказательством которого должна была явиться данная статья. Действительный же вывод, к которому пришли весьма серьезные и уважаемые ученые, написавший статью, гласил «Существование снежного человека не противоречит современным научным взглядам на эволюцию, а значит, снежный человек, возможно, существует». Последнее высказывание носит лишь вероятностный характер и не является тождественным. Исходному тезису, сформулированному в заголовке, издатели журнала подменили тезис и вынесли в заголовок утверждения, которые отнюдь не разделяли авторы. Такова природа многих сенсаций, распространяемых современными средствами массовой информации. Требования к аргументам. Требования истинности. В качестве аргументов должны использоваться только истинные высказывания. Если данное требование не выполняется, то отношение логического следования между аргументами и тезисом отсутствует. Требования ясности и точности. Высказывания, используемые в качестве аргументов, должны быть ясны и точно сформулированы. Требования достаточности. Набор аргументов должен быть достаточным для обоснования опровержения тезиса. Требования непротиворечивости между аргументами высказывания, используемые в качестве аргументов, не должны противоречить друг другу. Появление противоречия в аргументации приводит к ее разрушению. Если исходный набор высказываний противоречив, то с такими аргументами можно доказать все, что угодно. Известные доказательства этого требования, принадлежащие выдающемуся логику и математику Бреттрану Расселу, приводятся во многих учебниках логики. Требования к демонстрации. Основным требованием, предъявляемым к демонстрации, то есть к способу связи аргументов и тезиса, является требование соблюдения последовательности процедуры аргументации. Рассмотрим, в чем же конкретно оно состоит на примере процедуры доказательства. Во-первых, следует отметить, что все доказательства по способу их проведения делятся на прямые и косвенные. При прямом доказательстве тезис выводится непосредственно из аргументов. В косвенном доказательстве справедливость тезиса устанавливается в результате того, что вскрывается ошибочность противоположного ему допущения. Такие доказательства еще называют доказательствами от противного. Последовательность прямого доказательства предполагает алгоритм, включающий три основные процедуры. Формулировка тезиса, подбор аргументов, установление логической связи между аргументом и тезисом. Последовательность косвенного доказательства предполагает следующие процедуры. Это формулировка тезиса, переход к антитезису, подбор аргументов, указывающих на несостоятельность антитезиса, установление отношения логического следования между аргументами и отрицанием антитезиса. Косвенные доказательства по способу аргументации делятся на три вида. Это доказательства через противоречие следствия с фактами, доказательства через противоречие между следствиями, разделительные доказательства через исключение. В доказательствах через противоречие следствия с фактами следствия, выводимые из антитезиса, опровергаются ссылкой на очевидные обстоятельства, на факты действительности, которые противоречат им. Тем самым опровергается и истинность самого антитезиса. Примером такого способа доказательства является приведенный выше диалог между врачом и пациентом, в ходе которого врач убеждает этого слишком манительного человека в отсутствии поводов к серьезному беспокойству за свое здоровье. 4. Дедуктивные и индуктивные методы доказательства. Дедуктивными являются рассуждения, в которых из истинных посылок при соблюдении логических правил получается всегда только истинное заключение. Поэтому применение дедуктивного метода гарантирует истинность тезиса при условии соблюдения всех выше перечисленных правил. Типичным примером применения дедуктивного метода является приведенное выше доказательство теории о сумме внутренних уголов четырехугольника. Индуктивными являются рассуждения, в которых при истинных посылках истинность заключения носит вероятностный характер. 5. Опровержение как способ аргументации. Напомню, что опровержение – это логическая операция, направленная на установление ложности некоторого высказывания тезиса, предъявляемого в качестве истинного. Так как ложность высказывания свидетельствует, как уже было показано об истинности его отрицания, то суть опровержения можно сформулировать другими словами. Это процесс обоснования истинности отрицания тезиса. Планировать стратегию опровержения некоторого тезиса можно в двух направлениях. Во-первых, в направлении разрушения имеющегося доказательства этого тезиса. Поиск ошибок в доказательстве. Во-вторых, в направлении построения доказательства истинности антитезиса. Второй пункт предпочтительнее. Так как на первом направлении, показав лишнюю состоятельность предъявленного доказательства, мы выявляем недоказанность истинности тезиса, но еще не обладаем правом подвергать сомнению саму эту истинность тезиса. Если же доказан антитезис, тем самым продемонстрировано, что тезис не просто не доказан, а ложен. Известно, однако, что критиковать чужую мысль легче, чем сформулировать и обосновать свою. Поэтому не всегда удается найти достаточную информацию для осуществления второго более совершенного пути. Опревержение тезиса за счет нарушения его доказательства использует любую ошибку, допущенную вследствие несоблюдения правил логической аргументации, которые были рассмотрены. Разрушение доказательства эффективнее всего начинать с проверки наличия отношения логического следования между аргументами и тезисом. Можно методом контрапозиции. Если оно отсутствует, то есть. Если тезис недоказан, присутствует к поиску причин этой недоказанности. Приступаю. Недоказанность тезиса надо не только продемонстрировать, но и предъявить ту ошибку, которая к ней привела, будь то ложность аргумента, нехватка истинных аргументов и т.д. Опровергать тезис, как и доказывать его, с помощью формулировки антитезиса можно либо прямо, либо посленно. Опровергать тезис можно через установление ложности следствий, якобы вытекающие из тезиса. Делают допущение об истинности тезиса и ищут ложные следствия из него, то есть противоречие установленным истинам. После чего делается вывод, что допускать истинность тезиса было неправильно. Так посленно будет доказана истинность антитезиса. Самым сильным и убедительным для собеседника является опровержение тезиса через прямое доказательство антитезиса. Итак, спасибо за внимание.